Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про фильтр Яндекса Минусенского. Итак, в поисковой системе Яндекс есть фильтр за излишнее использование SEO-ссылок, то есть ссылок, проставленных исключительно для того, чтобы повысить позиции вашего сайта. В Яндексе Яндекс, когда эту штуку находит и считает то, что вы настолько нагло используете эти SEO-ссылки, что нужно вас за это наказать, он накладывает фильтр Минусинск, у вас в панели веб-мастера выходит вот такое уведомление использования SEO-ссылок, и с этим приходится что-то делать. Давайте обсудим подробно. Фильтр этот введен в 2015 году, когда Яндекс пробовал отменять полностью ссылки, но ему эта история не понравилась, потому что ранжирование сильно ухудшилось, и в итоге ссылки Яндекс вернул, но решил к ним подходить с большим умом, скажем так, и определять, какие ссылки естественно проставлены, какие неестественны и проставлены для манипуляции выдачей, ну и соответственно сайты, которые этим злоупотребляли, он начал их с 2015 года наказывать. Итак, какие признаки есть у этого фильтра? Почти все запросы домена и поддоменов проседают плюс-минус на 20 позиций, приходят уведомления в Яндекс веб-мастере в разделе «Диагностика безопасности нарушения», и страницы из Индекса не вылетают из-за этого фильтра, то есть плюс-минус у вас Индексация сохраняется на там же уровне. Причины этого фильтра — это большое количество входящих SEO-ссылок, ну на данный момент это больше 200-300 входящих ссылок с разных доменов. Иногда при меньшем объеме, то есть если вы для нулевого сайта, который только недавно был создан, начинаете проставлять ссылки в большом объеме, ну там сотнями, и это SEO-ссылки, то есть никак это не подкрепляете естественной ссылочной массой, то вполне можно и, я думаю, ссылок за 100 сейчас влететь под Минусинск и радостно из него выходить пробовать. Следующий момент — это большая доля анкорных SEO-ссылок, то есть вот этот порог, который я здесь сориентировал там от 200-300 ссылок, он не статичный, то есть он зависит от того, насколько ваша ссылочная масса в целом естественна или неестественна, и насколько она в динамике и во времени растянута, либо они быстро, с простого и так далее. И если у вас доля SEO-ссылок, ну там больше 20-30%, то вы в группе риска гораздо больше, чем сайты, у которых доля SEO-ссылок в общей массе ниже. Это можно смотреть в сервисе Мегаиндекс, у них очень удобная шкала, которая показывает примерно вот так долю по мнению сервиса органических ссылок, условно-естественных, и SEO-ссылок. То есть вот мы взяли для примера сайт Кокоса, то есть у них 70% органических по мнению Мегаиндекса и 32% SEO-ссылок неестественных. Ну вот это такое некоторое оптимальное в какой-то степени соотношение, то есть 32% можно неплохо это уменьшить там процентом до 20-25%, и в общем можно в какой-то степени спать спокойно, и минус-ссылок к такому сайту вряд ли придет, если вот эти органические ссылки действительно качественные и хорошие. И еще один момент, который риск наложения этих санкций увеличивает, это то, что большинство ссылок ведут не размазаны по всему сайту, по разным его товарам, по рубрикам и так далее, а ведут на ограниченное количество страниц. Ну, например, если сайт на продвижение, если это какой-нибудь каталог, то, конечно, вы ссылки будете ставить не на конкретные товары, а ссылки будете ставить прежде всего на главную страницу и на рубрики, то есть которую вы, собственно, и продвигаете. Их не такое большое количество, и у вас есть приоритеты при этом, то есть очень часто ссылки ставятся, например, на 15 основных страниц. И, конечно, поисковая система это видит, что живые-то пользователи так не делают. Живые пользователи очень часто ссылаются на конкретные товары, живые пользователи очень часто ссылаются на разные рубрики этого сайта, никак не концентрируясь точно не на 15. И, ну, это еще одна зона риска. Как выйти из педминусинска? Вам нужно будет резко снять все анкорные SEO-ссылки. То есть вы берете, выгружаете все ссылки на ваш сайт и анализируете их. Анализируете, ну, например, в сервисе CheckTrust, вы берете, загружаете их туда, определяете, выставляете жесткие критерии, выставляете, что вам нужно составить список плохих ссылок. Он вам и говорит, что вот эти ссылки, при прочих равных, сильно хуже, вот эти сильно лучше. И которые самые лучшие, там, процентов 20-30 ссылок вы оставляете. Все остальные вы пробуете снимать. То есть если эти ссылки вам ставили оптимизаторы, там, подрядчики или штатные, вы у них запрашиваете доступ к системам, либо их просите их снять. Если вы это брали на биржах, например, арендных ссылок, то это самое простое. Вы просто выделяете их и снимаете сразу. Если вы брали на биржах вечных ссылок, например, в Меолинксе, то там посложнее, потому что там нужно будет еще раз доплатить за то, чтобы эти ссылки снимались. Если вы проставляли эти ссылки вручную и договаривались с владельцами площадок, то придется каждому владельцу площадки написать и попросить эту ссылку снять. На каких-то условиях, скорее всего, тоже это будет платно. Собственно, других способов пока не придумали. В Яндексе нет такого инструмента, как в Гугле, инструмента отклонения ссылок. Поэтому единственное, как можно выйти из-под этого фильтра, это отменить, точнее, снять эти ссылки физически, чтобы они перестали существовать на площадках. После того, как вы их сняли, нужно зайти в панель вебмастера Яндекса, в нарушения, и нажать напротив этого фильтра. Я все исправил. Если вы действительно все исправили и сняли все такие рискованные ссылки, то через некоторое время вы из-под этого фильтра выйдете. Собственно, на этом у меня все. Удачи вам в продвижении ваших сайтов. Не попадайте под фильтры. Подписывайтесь на канал. Пока!